Психологическое насилие это одна из форм подавления личности человека, которая может приводить к психологической травме. Агрессор контролирует круг общения жертвы, ее действия, мышления, чувства, эмоции, а также пытается ограничить ее свободу для последующих манипуляций. Это полезная консультация в студии Мариана Дьякова. И мы начинаем сегодня о том, как противодействовать психологическому насилию. Мы будем говорить с психологом Сергеем Витальевичем Доценко. Сергей Витальевич, доброе утро. Доброе утро, Мариана. Доброе утро, телезрители. Напомню, телефон прямого эфира 635-85-72. Вы можете присоединиться к нашему сегодняшнему эфиру, позвонив по этому телефону, либо написав на адрес электронной почты польза-собака-топоспб.тв. Вообще понятие психологического насилия сейчас очень часто звучит, но как распознать его в отношениях? Ведь очень часто вот этот самый агрессор психологический, он, осуществляя свои действия, тем не менее пытается, ну скажем так, жертву убедить в том, что это абсолютно все нормально, это плод ее фантазии жертвы, то есть никакого насилия не осуществляется. Это просто проявление заботы, желание проконтролировать с целью защитить от чего-то и так далее. Как вот самой жертве понять, что она жертва и что она сталкивается с психологическим насилием? Да, абсолютно верно, что зачастую мы не понимаем, что подвергаемся психологическому насилию, потому что, ну, наверное, никогда об этом не думал так, как сейчас скажу, наверное, потому что и сами зачастую манипулируем и используем те же самые приемы в отношении других людей, желая получить свои цели или достичь своих целей. И, в общем-то, если говорить, разделить манипуляцию и психологическое насилие, то манипуляция, зачастую мы говорили с вами об этом, она может быть скорее даже положительной и иметь действительно заботу о другом человеке. И здесь вот, чтобы разделить эти два понятия, важно, наверное, понимать, что психологическое насилие – это то, что приводит нас в нашем понимании, в наших внутренних ощущениях, это то, что заставляет нас уступать требованиям другой стороны за счет, по сути, наших желаний, наших реальных убеждений и, ну, наверное, нашего благополучия, в первую очередь, психологического. Получается, что мы поступаем со собой, да, своими какими-то принципами, установками, ценностями, предаем себя, можно так сказать. Да, я думаю, что это именно так. Понятно, что в зависимости от того, какой вид психологического насилия или что хочет получить противоположная сторона, этот вид может быть и степень его достаточно разный, но в той или иной степени, безусловно, уступание своим интересам, своему благополучию, своему психологическому, своим интересам, идеалам – это ущерб себе. Вот это, наверное, один из основных сигналов, который может заставить задуматься о том, что действительно над тобой осуществляется психологическое насилие, да, наверное? Если ты чувствуешь, что ты живешь не совсем так, как ты хочешь, ты чем-то поступаешь, не совсем собой. Вот вы сказали, что в зависимости от вида психологического насилия. А какие виды этого психологического насилия существуют? Ну, я выделял, выделяю три таких основных вида, наверное, или типов психологического насилия. Это прямые угрозы, ну, назовем это тираном. Это самопожертвователь, который угрожает тем, что без тебя я не смогу жить, и если не ты, ты не можешь меня бросить, ты обязан меня любить, и так далее. И самый страшный, наверное, это искуситель, тот, который предлагает нам что-то в обмен на что-то. И всегда абсолютно точно этот посыл будет направлен со словами, что это для нашего благополучия. И получается, все эти три вида, это все психологическое насилие? Ну, я думаю, что можно выделить еще и еще, наверное, какие-то виды. Но вот наиболее часто встречающиеся, если то, что для меня, например, понятно, что я мог бы объяснить модель поведения людей, да. В любом случае и тиран, и тот, кто выступает таким жертвенником или самопожертвователем, и тот, кто нас искушает, 100% это психологическое насилие. А есть ли какие-то критерии частотности применения этого насилия для того, чтобы оно стало насилием? Ну, понятно, что в отношениях люди могут поссориться, могут даже наговорить друг другу чего-то нелицеприятного, могут даже обидеть или оскорбить. Но, например, если это не является, наверное, какой-то регулярной историей, просто ситуативно так случилось, примирились, поняли друг друга, извинили за сказанные слова, и дальше больше это не повторяется, то, наверное, это вряд ли психологическое насилие. Вероятно, есть какой-то критерий частотности? Вот я думаю, что вы ответили сразу на несколько вопросов. Уверен, что телезрители это тоже беспокоят. Это, по сути, есть ответ на вопрос, является ли действие или манипуляция, или действие направлено на нас, являются ли психологическим насилием или нет. И я бы выделил, например, такую последовательность, что первый шаг, когда мы можем распознать или понять, что в отношении нас происходит психологическое насилие, это требования, которые нам выдвигает наш оппонент. Он выдвигает нам какие-то требования, и это вызывает у нас внутреннее сопротивление. Мы понимаем, что нам не совсем комфортно в этом. При этом следующий шаг, что страна продолжает выдвигать эти требования, усиливая свое давление, усиливая прессинг, который иногда доходит даже до прямых угроз. Они могут быть завалированными, и угрозы. Ну, например, если ты считаешь невозможным, что выходить за меня замуж, я думаю, что есть масса людей, которые согласились бы жить со мной. То есть вы не говорите вслух, что вы уйдете, но всем понятно, что это, в общем-то, уже угроза. Что имеете в виду, имеется. Да, что имеется в виду абсолютно точное расставание. И потом происходит интересный момент, вы соглашаетесь с этим, то есть происходит некое согласие. И, соответственно, дальше то, о чем вы спросили. Если происходит цикличное повторение, ну, мне кажется, выражаясь термином систематичности, это два раза и более, то есть смысл задуматься над тем, что над нами осуществляют именно психологическое насилие. Если каждый раз у нас это вызывает сопротивление, мы нехотя соглашаемся, идем на уступки, и вторая сторона продолжает циклично это делать последовательно, я думаю, что, ну, мне кажется, что если это уже второй раз, есть смысл задуматься и начинать решать эту проблему. Спасибо большое за ответ. 635-85-72, это телефон прямого эфира. У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. В детстве я являлась не раз жертвой психологического насилия. И сейчас я все время стою в позиции жертвы. Скажите, пожалуйста, как научиться не быть жертвой? Большое спасибо. Спасибо большое за то, что дозвонились и так искренне с нами говорить. Вот человек, который подвергался психологическому насилию в детстве, видимо, сложился уже такой паттерн, и это очень трудно преодолеть. Есть ли какие-то способы выйти из этой ситуации? Есть много методик, вот сейчас или способов, или методик, которые предлагают для того, чтобы перестать стать жертвой насилия. Мне нравится то, что сейчас пришло в голову первое. Попробуйте, если вы понимаете, что вы являетесь жертвой насилия, скорее всего, или чаще всего, находясь в позиции жертвы, мы испытываем какой-то страх. Мы испытываем какой-то дискомфорт. Вот один из способов выхода – это попробуйте понять, в чем ваш страх, и попробуйте поговорить с этим страхом. Мне очень нравится один гениальный пример из одной книги, я придумал, когда автор предлагает поговорить девушке со своей обувью, с туфлями, которые ей жмут. Говорит, поставьте туфли и попробуйте с ними поговорить, и скажите, это вы управляете мной, что любое движение, которое совершают, доставляет мне дискомфорт. Зачем продолжать с ними жить? Расстанетесь с ними, возьмите себе удобную обувь, и вы перестанете этого бояться. Нужно понять, чего вы боитесь, почему вы находитесь в этих отношениях. Мне кажется, это действительно хороший совет, который мог бы позволить многим людям через понимание своего страха, через вот этот разговор со своим страхом, перестать бояться этого страха. Тогда вы можете из позиции жертвы, наверное, стать тем наблюдателем за той ситуацией, которая позволит вам выйти из таких отношений. Отличный совет и такая запоминающаяся метафора с обувью. Действительно, можно это применять. Очень часто периоды вот этого, назовем так, психологического насилия могут сменяться периодами какой-то нежности, ласки, отката. То есть вот был прессинг, были какие-то претензии, оскорбления, может быть, унижение достоинства личности, а потом как бы все вроде бы нормализовалось. И очень у многих жертв это создает такое мнимое ощущение, что да нет, на самом деле меня любят, на самом деле все хорошо. Это мне показалось действительно. А потом опять нарастает это самое насилие, и вот это вот как по синусоиде развивается постоянно. Вот такие отношения можно назвать отношениями с психологическим насилием? Ну вот вы говорите об эмоциональных качелях, по сути, да. Ну я скажу так, что любой грамотный манипулятор или любой грамотный, ну с точки зрения владеющих инструментов наборов манипуляциями психологического насилия поступает всегда только так. И здесь есть, ну еще раз повторюсь, большое количество людей делает это абсолютно бессознательно. Но тем не менее, что происходит? Ведь мы, когда подвергаемся этому насилию, мы абсолютно точно от насильника в такой ситуации, когда он условно отступает, о чем мы сказали, тоже что-то получаем. И зачастую это может быть материальным выражением, ты что-то сделал, что нравится человеку, психологическим, сексуальным. Огромное количество вещей, которые вот в этот промежуток времени, как я говорю, два шага вперед, один шаг назад. Это происходит практически все время. И тот, кто хочет действительно расширять эти границы и усиливать свое психологическое давление, манипулятивное, так всегда и делает. Потому что он понимает, что у вас вырабатывается паттерн поведения, что вы мало того, что путем соглашения с ним не тратите свои нервные клетки и экономите свой внутренний ресурс, вы еще и получаете что-то. И это действует гораздо эффективнее. Метод кнутая пряняка. Да, по сути, да. Чем еще могут характеризоваться отношения вот с таким вот агрессором? Вот, например, тотальный контроль. Есть такие люди, которые, ну, может быть, вуалируют это в ревности, еще в какие-то проявления, тотально контролируют своего партнера. Это вид психологического насилия, когда, например, он не имеет абсолютно никакого подкрепления и доводит до иступления, до травмирования второго человека, которого постоянно контролируют и в чем-то подозревают? Безусловно, это вид психологического насилия. Более того, мне кажется, один из самых неприемлемых. В любом случае, попытка держать нас под контролем в рамках понятных посылов и установок только этому человеку, она ограничивает наш внутренний мир и внешние наши свободы. И количество историй абсолютно точно, я уверен, что практически все так или иначе в жизни видели вот эти примеры тотального контроля. Никогда не приводит ни к чему хорошему, но надо не забывать, что в данном случае, если мы говорим о контроле тотальном, это психологическая травма и зависимость самого человека, это его боязнь либо потерять близкого человека, либо его желание контроля основано на том, что он боится потерять, если говорить про работу власть, если говорить про личные отношения, он боится потерять того, кто ему дорог. Звучит парадоксально, но это на самом деле так. Но на самом деле этими действиями он эту любовь или взаимную возможную близость только разрушает. И поэтому вот здесь, когда стоит вопрос тотального контроля, ревности, ну, наверное, это одна из тех ситуаций, где договариваться можно, где можно разговаривать с человеком и понимать, что является действительными границами, что для чего ревность уместна, или когда ревность уместна, а когда это такое просто проявление внутреннего понимания человека, что он боится вас потерять, и происходит это, еще раз повторюсь, из-за детских травм, когда он не получил этого тепла, любви, потери матери в детстве. Это вот одна из историй, или отца, которая приводит во взрослом состоянии к этому тотальному контролю. Спасибо большое за ответ. А если тотальный контроль осуществляется со стороны родителей по отношению к своему ребенку, ну, понятно, что до определенного возраста это их обязанность, а вот дальше, когда он начинает взрослеть, и, по сути, должна происходить некая сепарация, ну, это закономерный процесс, который сделает счастливым ребенка, а вот если это не происходит, и если уже это великовозрастный ребенок, уже переросший, уже все мыслимые или немыслимые возрастные категории, когда нужно контролировать, а вот родители все равно продолжают контролировать, с кем общается, в какой вуз поступает, кого выбирать себе в партнеры по жизни и так далее. Вот как вот в этой ситуации избежать этого? Это же тоже получается определенное такое психологическое насилие, которое вуалируется в родительскую заботу. Когда мы говорим, что избежать, мы говорим о ребенке. А мы, в общем, уже взрослые люди, мы уже это прошли, и можем, наверное, только каждый по-своему сказать, как нам сказали все эти ограничения. Никаким образом, с точки зрения какого-то развития, они, конечно, не несут. Об этом сказано много слов и написано много историй, но мы, по сути, наверное, я могу дать совет только взрослым людям. Не делайте такого тотального контроля. Мы говорили с вами о трех внутренних АГС-соснаниях, ребенок, взрослый, родитель. Мне кажется, что с самого раннего возраста нужно пробовать разговаривать с ребенком как со взрослым. Нужно, если мы действительно считаем что-то, что будет ему угрожать, ведь мы зачастую говорим, не выходи за него замуж, потому что ты не будешь с ним счастливой. Или не занимайся этой профессией, потому что там много не зарабатывают. И мы пытаемся свое видение навязать ребенку. У ребенка абсолютно другое видение может быть в жизни, абсолютно другое понимание, что вот нам с этим человеком некомфортно, ему вполне наверняка может и жизнь сложиться вся, он проживет ее счастливо. И это призыв скорее не как себя вести к детям, а это призыв к нам, ко взрослым. Что вести себя нужно как со взрослым, с ребенком. Объяснять ему, если мы выражаем какой-то аргумент, нужно объяснять, почему мы этот аргумент применяем. И нужно, конечно, основываясь на собственном опыте, но вести с ребенком диалог. И чем больше он будет задавать нам вопросов, вот этих нелюбимых, почему, тем есть больше шансов, что мы будем, во-первых, у нас сформируется позиция, при которой ребенок будет нам доверять. Это будет не просто вопрос, почему, потому что. А это будет действительно разговор, который позволит ему и развиваться, и понимать мир по-разному. Спасибо большое. Мы продолжим наш разговор сразу после небольшой паузы. Знаю, что есть телефонные звонки, их мы тоже обязательно примем. Это полезная консультация. Мы сегодня говорим о том, как противостоять психологическому насилию. 635 85 72. Это телефон прямого эфира. Здравствуйте. Да, добрый день. Примите благодарность за такую возможность. Мы очень рады, что вы дозвонились. Пожалуйста, ваш вопрос. Вопрос о психологическом насилии, от которого некуда деться. У соседа подачи, наверное, нездоровые мозги. Две секунды. Ёжик увидела. Ёжика радость, правда? Быстренько положила ему морковочку, банан. Ну, то, что положено. Надо же кормить весна. Да. Вот. Ничего никому не сделала вроде плохого. Тихо и спокойно кардио пациент. Вдруг проходит время, вдруг слышу дикие вопли. И это не первый раз, я бы вам не подвонила. Человеку искаженное сознание. Вдруг слышу дикие вопли. Естественно, я обращаю туда свое внимание. Его мозг работает так, что я банан, морковку положила, чтобы приманить его собаку, чтобы ее украсть. Это я вам привела как пример от постоянных скандалов, которые он там выдумывает. Причем у него совершенно жуткий тенор, он бежит постоянно. Но это огород, стенку не поставишь, не защитится совершенно. Спасибо большое за вашу ситуацию. Понятно, что не очень она приятная, но тем не менее, вот тут никуда не деться. Это вот наши садовые участки. Соседы не выбирают, скажем так. Соседы не выбирают, как и родители, но разговаривать надо, мне кажется, и с родителями, и с соседом. Либо вы считаете его поведение выходящим за рамки социального поведения, в том числе и административного кодекса, при котором этот вопрос может решить милиция. И я бы на самом деле задумался при таком агрессивном поведении, тем более соседа, но, наверное, есть смысл поговорить о том, что если он делает это в неприемлемой для окружающих форме, нарушает в том числе общественный порядок. Я говорю абсолютно серьезно, я бы подумал о том, чтобы с местным участковым пообщаться и попробовать человеку объяснить, что его поведение не должно доставлять дискомфорт окружающим. Ну, а если это меньшая стадия проявления, сложно сказать, да, мы не соседи по этому участку. Все-таки надо разговаривать с людьми, нужно попробовать человеку объяснить. Я не хочу ставить никаких оценок, но если человек считает, что собаку кормят бананами и морковкой, то здесь, наверное, конечно, договориться будет сложно, но пробовать все равно надо. Возвращаясь к нашему разговору, можно ли как-то в начале отношений, когда они завязываются, когда они зачастую носят такой очень приятный романтический характер, если мы говорим об отношениях между мужчиной и женщиной, понять по каким-то сигналам, по каким-то красным триггерным маячкам, что это психологический насильник, психологический агрессор. Или можно очень хорошо вуалироваться и скрывать абсолютно свою сущность, и она станет известна только уже тогда, когда люди начинают проживать, у них рождаются дети, и бороться с этим гораздо сложнее. И, наверное, каждый человек исходит из личного опыта. Я исхожу из того, что знаю, я слышал, видел, общался с людьми и сам. В 99, наверное, процентах случаях мы сразу распознать вряд ли это сможем. Потому что, да, действительно, для того, чтобы психологический насильник получал свою, агрессор психологический получал свое вознаграждение или то, что ему нужно, он должен, если ему не хватает любви, он должен сначала делать так, чтобы мы его любили. А насилие будет проявляться в том, что он будет стараться удерживать эту любовь. А вот удерживать эту любовь будет уже почти наверняка, или зачастую теми способами, которые могут нам оказаться неприемлемы. И это вот то, о чем мы с вами говорили. Если мы видим вот эту некую цикличность, если мы начинаем понимать, что вот эти границы потихонечку раздвигают, сначала нас попросили о том, что у нас вызвало неприятие, ну, вроде бы это допустимо, мы с этим согласились, но мы увидим, что в следующий раз нас просят еще о чем-то чуть-чуть большем. Это может касаться абсолютно всего. Финансов, денег, общения с совместными друзьями, секса, духовных ценностей и так далее. Если мы видим, что эти границы начинают раздвигаться, это абсолютно точно сигнал к тому, что мы становимся объектом психологического насилия. А вот на первом этапе, я повторюсь, мне кажется, что, ну, это действительно же субъективная вещь. Огромное количество людей, те, кто подвергает нас, окружающих вот этому психологическому насилию, это их проблемы, в которые они стремятся получить свою любовь, боятся потерять близких людей. И они ведут себя на первом этапе, еще раз повторюсь, так, чтобы их любили, чтобы их уважали. Они показывают свою ценность, свою нужность. Они помогают нам и делают это действительно искренне, не потому, что они сознательно понимают, что дальше я буду манипулировать, дальше я буду угрожать этому человеку. Нет, дальше их проявляется детский страх, болезнь, проблема, все что угодно, которую они пытаются компенсировать тем, чтобы, ну, например, удержать нас. И они действительно просто боятся нас потерять. А другого способа, как удержать, не знают. Может ли психологическое насилие, как часто, оно может переходить в физическое? Ну, если мы будем говорить о взаимоотношениях межличностных, вот мужчины и женщины, мне кажется, что если мы вообще никаким образом этому насилию не противостоим, если мы такие мягкие, податливые, и наше сопротивление практически не проявляется, то я думаю, что вот эти качели, они будут... Раскачиваться с большей амплитудой. С большей амплитудой. Шагов вперед будет все больше, давать нам будут все меньше. И если мы допускаем эту ситуацию до такого глубокой стадии, мы расшатали эти качели, и вдруг потом мы пытаемся им уже противостоять в агрессивной форме, в резкой форме, даже не обязательно в агрессивной, в резкой, это первая причина, почему это может произойти в психологическом насилии. Второе, что человек так устроен, что, ну, наверное, ему всегда мало. И как бы, что бы он ни делал, вот эти границы он будет раздвигать, и гарантий того, что он не дойдет до физического насилия крайне мало. Ну и третья форма, что мы зачастую понимаем, что человек не достигает того, что он хочет. То есть он пытается нас удержать, если мы говорим о попытке удержать нас и потерять человека, близкого ему. Почему? Он начинает понимать, что это не работает. Он начинает понимать, что его не любят так, как он бы хотел. У него понимание любви и того тепла, который мы должны с нами, почти наверняка не совпадает. Поэтому он будет решать эти границы даже не потому, что мы себя ведем, как нам кажется, мы ведем в соответствии его требованиям. Но на самом деле он своего психологического удовлетворения не получает. И начинает, ну, давайте там, психовать или раздражаться все с большей степенью, что почти наверняка перейдет в агрессию. Спасибо большое за ответ. Сейчас тема домашнего насилия и психологического, физического очень остро звучит в обществе. А что делать, если это происходит? Что делать, если, ну, скорее всего, женщина подвергается психологическому насилию, которая вот-вот, раскачавшись, может дойти до физического? Как это остановить? Мое абсолютно твердое убеждение, что когда люди переходят вот к этой границе почти физического насилия, то дороги обратно, наверное, в отношениях нет. Я читал много литературы, много мнений, где люди, ну, наверное, хотят верить в добро. Я тоже, на самом деле, хочу верить в добро. Где они говорят, что, например, при измене люди договариваются друг с другом и продолжают жить счастливо. Мне кажется, что такое некое лукавство, вопрос в том, что вот этот компромисс в данном случае, с точки зрения достаточно большого количества психологов, и, по моему мнению, этот компромисс недопустим. Ни одна из сторон не получает того, чего бы она хотела. Та страна, которая допустила психологическое насилие, если мы сейчас говорим об измене, ну, в общем-то, наверное, будет жить с чувством вины, раз она об этом созналась или знает, или об этом узнали. А тот, кто стал объектом вот этой измены, он будет использовать это в той или иной степени, либо будет испытывать внутреннюю свою тревогу постоянно. Так вот, отвечая прямо на вопрос, если мы понимаем, что мы находимся вот в этом психологическом насилии, даже, вы видите, как у нас хорошо, девушка, мальчик, да, мы рассуждаем с разных сторон, если мужчина понимает, что вот такая ситуация, что его используют вот в такой форме, например, психологического насилия, ну, есть смысл, наверное, модель поведения одна – расставаться с этим человеком. То же самое, когда мы понимаем, что это насилие, если физическое, мы вообще считаем, что есть три причины, по которым стоит, что называется, незамедлительно прекращать отношения. Ну, понятно, что не надо вставать, просто резко хлопать дверь и уходить, но, тем не менее, их стоит разорвать. Это как раз один из этих случаев – это физическое насилие. Это раз. А второй случай, когда мы общаемся с человеком, который абсолютно точно является зависимым от алкоголя, наркотиков, и не хочет в этом признаваться, это абсолютно точно модель, где мы с вами его вряд ли сможем убедить, и не хочет, ну, соответственно, не признается, не хочет заниматься этой проблемой. Ну, и третье, когда человек нас вот такими различными манипулятивными историями пытается втянуть, ну, прямо в откровенно противоправную деятельность. Тоже, в общем-то, благими порывами, основываясь всегда на том, что делает это для нас, для семьи. Но вот здесь точно никакого другого совета, кроме как разорвать отношения, я бы никому не предположил. Нужно ли извне пытаться помочь людям, которые находятся в таких отношениях? И приведет ли это к какому-то результату, вмешательству? Очень сложный вопрос. Я чем дольше живу, чем чаще слышу, что лучше бы я не вмешивался. Потому что мы с вами говорили, я надеюсь, что, искренне надеюсь, что огромного количества людей, вот то, что к вам приходит, я к вам, общий образ, да, когда к нам кому-то приходит подруга или друг, и говорит о своих проблемах, это как раз ровно та игра, при которой ему нужно кому-то жаловаться, что он не оценен, недолюблен, ему нужно просто с кем-то разговаривать о том, как мир устроен несправедливый, только один он хороший, что его никто не понимает, и ничего больше на самом деле не происходит. При этом человек может искренне плакать, расстраиваться, и говорить, что так дальше жить не может, но это ничего не значит. И мне сложно разделить, в каком соотношении находятся эти вещи, но мы говорили с вами уже о том, что прежде чем выходить из манипулятивных отношений, нужно подумать, а не являемся ли мы сами провокатором этих отношений, не являются ли эти манипулятивные отношения, нужные нам, и без них мы не сможем жить. Спасибо большое, очень интересный разговор у нас получился. Напомню, что мы говорили с психологом Сергеем Витальевичем Доценко. Спасибо большое. Ну а эфир телеканала «Санкт-Петербург» продолжается. Впереди вас ждет очень много интересного. Не переключайтесь.